18 часов в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. В Приморском суде начали по сути рассматривать дело экс-милиционера Эдуарда Панченко. Бывшего правоохранителя обвиняют в хулиганстве, попытке изнасилования и покушении на убийство. По версии прокуратуры, в мае Панченко напал на девушку в ресторане, а уже в июне пытался изнасиловать и едва не убил вторую жертву. Милиционер, политик, общественник, теперь арестант. Эдуарду Панченко грозит тюремный срок сразу по двум статьям. В Приморском суде рассмотрение дела начали с более мягкой – хулиганства. По версии обвинения, 12 мая экс-милиционер напал на первую свою жертву в ресторане отеля «Немо» на Лонжероне. Конфликт засняли камеры наблюдения. По словам девушки, Панченко приставал к ней прямо в заведении. Получив отказ, угрожал убить. В итоге столкнул в бассейн. Угрожал, что по кусочкам я буду проходить мои родственники. То есть, у меня довело до такого состояния, что в течение двух месяцев я боялась выйти на улицу. Следом, судьи планируют разобраться с обвинением в покушении на убийство. Вторая жертва Панченко заявляет, экс-милиционер пытался изнасиловать ее, причем в извращенной форме. Затем вытолкнул в окно третьего этажа. Нападение произошло в июне в переуте Чайковского. Кручивость хулиганским и сексуальными методами, начало требовать удовлетворения его статевых пристрастей непрерывным способом. При этом погроживая и демонстрируя пистолет марки «Рек Гон Мэн». Она готова бороться, но когда становится вопрос о том, что ехать на суд, у меня начинается нервный срыв, слезы, истерика. То есть, ну, это не скоро пройдет. Не пройдет ли вообще, не знаю. В следующий раз суд по делу Панченко соберется 27 декабря. Фемида решит продлевать ей бывшему милиционеру арест. Слушание, по сути дела, продолжится уже в новом году. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Кареты скорой помощи не останутся без топлива. Об этом заявила глава областного департамента здравоохранения. Напомню, Одесский автопарк скорой помощи больше месяца ездил фактически в долг. В бюджетной комиссии областного совета возобновлены плановые соревнования, которые уменьшены на сессии на сумму 10 миллионов в заработной плате. Таким образом, у нас появилась возможность внутри расходов на содержание медицинских учреждений по главному распорядителю департамента здравоохранения провести перераспределение и выделить эти средства. Ранее Татьяна Кривая заявляла, что ее команда подготовила судебный иск против решения сессии облсовета, из-за которого, по ее мнению, произошла топливная коллизия. Несмотря на разрешение конфликта, от своего заявления в обл администрации не отказываются. Мы не меняем свои позиции. Есть закон, есть законодательная бюрократическая процедура. Кто должен подавать внесение изменений, кто должен готовить и как должна проходить изменение. Если процедура была нарушена, заявление мы уже это делали. 14 декабря в Украине чествуют ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По всей стране проходят памятные мероприятия, в том числе и в Одессе. Кристина Немченко расскажет больше. Эти черно-белые снимки сделал Николай Федорович в 1986 году. Он ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Он же один из инициаторов экспозиции, посвященный тем страшным событиям. Делать с нее, чтобы люди пришли, посмотрели и вспомнили тех людей, которые защищали нашу страну от страшной беды. Ведь то еще разогнулась планета, когда произошел этот разозыв. Все экспонаты разместили в военно-историческом музее. Здесь записные книжки, дозиметры, защитные костюмы и противогазы. Николай Федорович вспоминает дни ликвидации аварии. Говорит, к такой катастрофе не был готов никто. Не были подготовлены к этой ликвидации ни войска гражданской обороны, ни носовой станции, ни вооруженные силы Советского Союза. Они не знали, как это дело делать. Поэтому мы впервые столкнулись, и нам приходилось все находить в ходе этих событий. Как, что и как делать. Когда рвануло, и когда не знали, что с этим делать, начали засыпать реактор песком. Вы все это прекрасно знаете. И реактор под тяжестью песка стал опускаться вниз. А внизу была вода. И если бы раскаленная водяная подушка, если бы раскаленный добила реактор, дошел до этой воды, был бы водородный взрыв, который снес бы все на расстоянии от Чернобыля в 300 километров. На Александровском проспекте тоже чествовали ликвидаторов. К памятнику жертвам Чернобыля возложили цветы. Здесь полицейские, представители ГСЧС и сами ликвидаторы аварии. Анатолий в Чернобыле находился около 30 дней. Он тушил пожар на станции и возгорание на торфяниках. Представляете, брошенный город, в котором никого и ничего. Пустые абсолютно улицы. Ничего нет. Вот это первые дни было жутковато. Потом привыкли. Самая крупная в истории человечества катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. По самым скромным оценкам, в ликвидации катастрофы принимали участие порядка 90 тысяч человек. Только из Одесской области туда отправилось 14 тысяч ликвидаторов. Кристина Немченко, Евгений Руденко, Седьмой канал. Грамоты, медали и ордена для волонтеров. Министерство обороны наградило больше сотни одесситов за помощь вооруженным силам Украины. Церемония проходила в Доме офицеров. Там же побывала и наш корреспондент Марьям Аль-Хасан Али. Сергей Харитонов – один из тех, кто пришел на награждение. До 2014-го вел бизнес, но с началом войны мужчина полностью переключился на волонтерскую деятельность. С 2014-го года начали помогать нашим воинам. Сначала тут, тем частям, которые базировались в Одессской области. Потом, когда начались активные военные действия, то переключились на допомогу и Збройным силам, и правому сектору. Вообще Сергей еще и дьякон, и теперь регулярно возит разную помощь в зону боевых действий. От продуктов до медикаментов. Неделю назад волонтер вернулся из Марьинки. Страшно там, где идут боевые действия, когда обстрелы идут. Это напрягает, скажем так. Знаки отличия от Министерства обороны получили 137 волонтеров из Одессы и области. Их возраст разный – от 20 до 60 лет. Всем им военные безмерно благодарны. Принимали участие и пребывали в зону проведения антитеррористической операции. Половина людей, которые принимали активное участие на мирной территории, производили продукцию, занимались закупками. Мы очень им благодарны за сприяние Збройными силами Украины на то спрати, какого они делают. Сегодня армия по-прежнему нуждается в амуниции и медикаментах. Но самые необеспеченные – это добровольцы, которым украинские волонтеры в буквальном смысле спасают жизни. Марья Мальхасанали, Алексей Барановский, Седьмой канал. Виновным в массовом отравлении тортом Наполеон грозит лишение свободы от 5 до 8 лет. Я напомню, 4 декабря в больницу начали обращаться одесситы. Говорят, купили торт в разных супермаркетах торговой сети обжора. Медики поставили диагноз – сальмонеллез. Всего от Наполеона пострадали 72 человека. Сейчас, по факту массового отравления, проводится расследование. На данный час, требуют необходимые следственные действия, которые спрямованы на установление особи, которая совершила вказанное правопорушение. После того, как будут установлены факты, которые подтверждают вину той или другой особи, особи будут сообщены о подозрении. Одесские школы готовятся к зимнему отдыху. Каникулы начнутся ориентировочно 29 декабря. Дети будут отдыхать в течение двух недель и приступят к учебе только 12 января. Начало и продолжительность зимних каникул будет зависеть от погоды. В Одесском департаменте образования говорят, если больше 20% детей в учебном заведении будут отсутствовать из-за вирусного заболевания, то школа закроется на карантин. Не исключено, что каникулы у школьников могут увеличиться из-за погодных условий. Если будет превышен эпидпорог в городе, то санитарно-эпидемиологические службы дают нам предписание на ограничение массовых мероприятий в целом по городу. И в этом случае в школах, в детских садах массовые утренники не проводят. Сегодня каждая одесская школа получила задание от департамента образования отдельно обследовать помещения, где будут проводиться утренники. Особое внимание уделят пожарной безопасности. Мы просим родителей уделить этому вопросу особое внимание. И поговорить еще раз о безопасности ребенка в быту, о том, как он будет пользоваться электрическими приборами, помнить о технике безопасности во время организации новогодних праздников, помнить о том, какими приборами можно пользоваться в это время, чем можно украшать елку, чем нельзя. Из 92 тысяч детей, которые учатся в Одессе, больше 8 тысяч относятся к льготным категориям. Все воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных и многодетных семей, а также отличники, победители творческих и спортивных конкурсов, получат билеты на новогодние представления в одесские театры, дом клоунов и на морвокзал. Это 10 тысяч билетов. Хватит всем. Если вдруг по какой-либо причине семья считает, что ей не выделили билет, который ей положено, то мы очень просим обращаться оперативно либо в территориальный отдел образования по месту жительства, либо непосредственно в департамент образования и науки по телефону 725-35-93. Программу новогодних утренников большинство школ готовят самостоятельно. В некоторых учебных учреждениях пройдут бесплатные благотворительные марафоны и праздничные новогодние представления для детей из многодетных семей. 20 студентов и 3 профессора. Киевский районный суд посетила делегация из Турции. Преподаватели, учащиеся с зарубежного вуза, пообщались с украинскими судьями и увидели наше судопроизводство в действии. С хорошего чувства юмора и без лишней скромности началась встреча с судей Киевского районного суда Одессы и делегации из Турции. Три профессора и 20 студентов Стамбульского университета Зиген услышали и увидели, как работает судебная система в Украине. Это важно не только потому, что две страны находятся совсем недалеко друг от друга. Как Турция, так и Украина стремятся стать членами Евросоюза. Поэтому мы объединяем наши усилия, чтобы делиться опытом и более эффективно развиваться в этом направлении. Профессора бывали в Одессе и раньше, а вот студенты юридического факультета Стамбульского университета Зиген прошлись по Южной Пальмире впервые. Да и Киевский районный суд – это первый украинский суд, который им удалось посетить. Я изучаю право в Университете Зиген, который находится в Стамбуле. Вчера с учебным визитом прибыло 20 студентов. Так начался наш учебный курс, и я очень жду его развития, потому что это очень интересная программа, которая включает экскурсию в Киевский районный суд Одессы. Мне очень понравилась Одесса. Вы очень дружелюбные и приятные люди, поэтому приезжайте в Турцию тоже. Подобные встречи с зарубежными коллегами в Киевском районном суде Одессы можно считать традиционными. В течение последних двух лет здесь были юристы из США, Англии, Франции, Нидерландов и многих других стран. Наталья Костенко, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Контроль за опасными грузами. Патрульная полиция проверяет перевозчиков. От бензовозов до грузовиков. Все они везут газ по трассе Киева-Одесса. О наиболее характерных нарушениях Александр Полуев. Патрульные проводят отработку автомобилей, перевозящих опасные грузы. В основном газы и бензовозы. Говорят, нарушения в оформлении документации бывают, но редко. Эти два грузовика везут топливо. По словам патрульных, комплектация автомобилей в порядке. Здесь нарушение маркировки. Штраф за такое нарушение 510 гривен. Как правило, за подобные оплошности в оформлении груза платит предприятие, на которое работает водитель. Выносится электронная постанова. После выписывания в электронном виде вся информация забывается до планшета. Потом передается на миниатюрный пристой и принтер, который уже раздруковывает электронную постанову. По словам водителей, в некоторых регионах Украины на такие нарушения закрывают глаза. Те же, кто возит груз через границу, как правило, все оформляют до мелочей. Часто останавливают, потому что мы ходим за границей, мы с Белоруссией на Брымугат ввозим. Так что у нас документы все в порядке. Отработка будет проходить до конца декабря. С первого числа патрульные составили 22 админпротокола за нарушение правил перевозки опасных грузов. Александр Полуев, Валентин Мирза, 7 канал. Валентина Витас остается на посту директора Одесского областного центра украинской культуры. Конкурс на вакантную должность прошел сегодня. Главой комиссии выбрали руководителя Савранского района. Претендентов было двое. Нынешняя директор Валентина Витас и Наталья Лысенко. Последняя работает в аппарате гурсовета и в музыкальной комедии. Большинство голосов выбрали пані Витас Валентину Гнатьевну на посаду директора комунального установи Одесский областный центр украинской культуры. Звичайно, я задоволена результатами голосования. И мне кажется, что комиссия была абсолютно компетентна. Люди, которые понимают то, чем должен заниматься центр украинской культуры, то есть в таком статусе, как он у нас створен. Теперь дело за депутатами облсовета, которые должны утвердить выбранную кандидатуру на ближайшие сессии. В ожидании сказки в селе Осычки Савранского района заканчивают приготовление к открытию резиденции святого Николая. Оно состоится уже в это воскресенье, 18 декабря, а 19 числа Николай начнет свой праздничный прием. Об этом он сам рассказал нашей Екатерине Лапицкой. Прежде чем попасть в резиденцию, гостям предстоит пройти весь праздничный маршрут. Первая остановка – трапезная святого Николая. Она расположилась в помещении Савранского техникума. Здесь можно отдохнуть после дороги, вкусно пообедать и попробовать особое угощение. Это традиционное печье, которое выпекается на святого Николая, именно нашей местности. Это печье называется «Пани, кони, ангелы», которые печьут сами дети-пекари и власноручь их размаливают. То есть это печье ручной работы. Украшением зала занимались работники училища и студенты. Все от светильников и до стульев делали своими руками, в том числе обеды и сладости. Эти красочные пряники готовят для резиденции. В соседнем здании Доме культуры будут проводить концерты, встречать гостей и готовить их к знакомству со святым Николаем. Дети могут написать письмо чудотворцу, рассказать о себе и своих заветных желаниях. И вот после экскурсии по всем праздничным локациям мы наконец-то приехали к самой резиденции. Здесь как раз заканчивают праздничные приготовления. Говорят, святой Николай уже на месте. Пойдем поздороваемся. В резиденции тепло и уютно. У праздничного дерева в ярком наряде сидит сам чудотворец. Говорит, с нетерпением ждет этот праздник. Я еще с прошлого года в захвате этого свято. И он у меня остался еще в середине. Этот импульс, этот накал, полученный от детей и дорослых, вот он сейчас вирует в меня снова. И будет еще больше воровать, потому что начинается это наше свято. Помощники обещают все закончить до открытия резиденции. Не нужно ездить в далекие Финляндии, Лапландии. Ту же самую сказку вы можете получить здесь, рядышком, всего лишь в трех часах езды от Одессы, или от Киева, или от других городов. Здесь вас ждет святой Николай. Здесь вас ждут зверушки, лесные жители, которые встречают и взрослых, и детей, где будут проводиться квесты, где будут проводиться интересные конкурсы. Для посетителей готовят множество праздничных мероприятий, концертов и мастер-классов. Побывать в резиденции можно до 19 января включительно. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Тем временем в продаже появились первые елки. Больше чем за полмесяца до праздника на улице Старо-Портофранковской начали продавать зеленых красавиц. Частный предприниматель привез из Черниговской области молодые сосны. В ассортименте около 400 деревьев, от полутора до двух с половиной метров. Сосны без чипов, но с документами. Администрация разрешения, управление торговлей, разрешение есть на место. И документы на сами елки. Цена одного дерева от 150 гривен и выше. Есть и небольшие сосны до одного метра по 70 гривен. Итоги подведем, как всегда, в 20 часов. Я напоминаю, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова